Сегодня Стокгольм. Прогуляемся по улицам этой европейской столицы, посмотрим на город с высоты и спустимся в местную подземку, одну из самых красивых в мире. Также в этом выпуске нас ждут вкуснейший стритфуд, музей Аббы и шведской армии, безумно красивый старый город и настоящая дичь в самом центре столицы Швеции. Но обо всем по порядку. Всемирная организация здравоохранения признала Стокгольм самым экологически чистым городом мира. Примерно треть мегаполиса занимают парки, скверы и сады. Но даже те места, которые занимают плотные кварталы старого города, они выглядят как-то гармонично с окружающей природой. А также здесь популярны велосипеды, много электросамокатов. Все можно брать тут же на улице в прокат, в том числе и электровелосипеды. Я тоже тут каждый день с утра садился на велике и до вечера колесил по городу. Велодорожки идеальные, ехать одно удовольствие. И дома шикарные. Уверен, что многим из них по несколько сотен лет. Но здесь приятно пройтись и по обычным улицам. Все интересно. Вот это что-то новенькое. Отпечатки листьев на доме, как будто бы лист полежал на стене дома и упал в дубовом. А это улочка Монтелюсваген, если я ее правильно произношу. Здесь старые дома, а главное, шикарнейший вид на Стокгольм. Возможно, одна из лучших обзорных площадок. Красиво и очень похоже на Прагу, я бы сказал. Вообще, европейские города, конечно, все похожи. Тут костелы эти, архитектура. Ну, в любом случае, очень классно выглядит. Тут такие здоровые корабли стоят. Я думал, что это очередной залив Балтийского моря, но вроде написано, что это какое-то озеро Маларен. Да, город стоит на 14 островах между озером Маларен и Балтийским морем. Некоторые острова плотничком застроены, а на некоторых больше зелени. Например, остров парк Юргорден, где у меня произошла, ну, очень неожиданная встреча. Сейчас я покажу. Ехал я на велике по парку, и тут... Нет, косули прямо в центре Стокгольма. Ёлки-палки, это парк Юргорден. Ну, это, по сути, центр Стокгольма. Я офигел. Сейчас я покажу, что здесь рядом, совершенно рядом. Ходят люди, вон, мамочки с колясками идут. Ну, это я вообще в шоке был, у меня уже дыхание перевело. Кто здесь еще водится-то? Обалдеть, обалдеть. Вот это класс. Вот это класс. Такой перформанс. Сейчас, когда они исчезли, сразу стало казаться, ну, обычный парк, ничего такого не происходит. И даже не верится, что они сейчас здесь рядом были. Но это реально было так. Так как женщины сказали, что они первый раз трех видели и так близко, это значит, просто мне пипец как повезло. А так, смотрите, люди здесь ходят. Здесь сегодня воскресенье, сегодня народу до хрена. И, блин, эти косули. Мне-то хочется за ними пойти, поискать их еще раз. Сейчас пойду, посмотрю, где они. Да не, они, видимо, уже далеко убежали. Но все равно, такая прелесть ходить в центре столицы по парку. Неважно, что... О-о-о, вон они, вон они, вон они. Вот они, быть. Ну, там уже непроходимая чаще. Вот такая дичь в самом центре Стокгольма. А в другой раз, в ночи, мне заяц повстречался. Или кролик это был. Здесь еду на велосипеде, и сейчас заяц выбежал на дорожку. Надеюсь, за поворотом он меня еще ждет. О, да-да-да, он бежит. Видно? О-о, бежит, бежит, бежит. Ах ты, косой. О-о-о. Да, елку. Видите? Ха-ха. Такая встреча. Супер. Ну, это ладно. Зайцев уже в Хельсинки в городе видел, поэтому тут не было такого уж шока. А вот что шокировало, так это местная подземка. Вроде все мы знаем, что самое красивое метро в мире московское. А тут, гугля про Стокгольм, узнаю, что оказывается у столицы Швеции самое красивое метро в мире. Как это понимать? Давайте разбираться, где самая красота. Отличие шведского метро начинается с самого начала. Станции здесь обозначаются буквой «Т», что значит «туннельбан» по-шведски метро. Пусть вас не смущает эта схема. На ней маршруты разного общественного транспорта. На самом деле здесь всего три ветки метро. Синяя, красная и зеленая. На них ровно 100 станций. Примерно половина подземных и половина наземных. Самое интересное, конечно, подземное. Покупаем билет. Везде в мире свои системы. Здесь такая. Если у тебя не проездной, а разовый билет, то после его покупки сам продавец открывает турникет, и ты можешь спускаться к поездам на 75 минут. Мне никуда не надо. Я езжу на велике, но на всякий случай спустился, чтобы посмотреть, как оно выглядит. 39 крон – это 4 евро, то есть 200 с лишним рублей на полтора часа. Дорогое метро, ну как и все, в Стокгольме. Но посмотрим. Якобы одно из самых красивых. И эта станция, Т-Централи, она тоже типа произведение искусства. Сейчас увидим, что там такое. Уже видно синие стены, прямо в пещере сделанной станции. Как рот какой-то, что ли. Вау. Ну да, красиво. Красивая. Станции «Синее ветки» – все сплошь горные туннели. Они вырублены в скале, их своды имеют неправильную форму и практически не отделаны. Горную породу лишь покрыли бетоном, чтобы не осыпалось. Но так и оставили форму, которая производит впечатление скалы или грота. А синий цвет должен снижать застрессованность пассажиров. Эта линия самая глубокая и одновременно самая популярная у туристов. Следующая станция – Ратхусет. И это, по сути, еще одна пещера. Только тут уже конкретно натуральная, как будто из песчаника. Тут такой цвет терракотовый, что ли. Цвет выглядит так, как будто мы внутри какой-то горы, пещеры. Цвет абсолютно какого-то песчаника. Мне так странно здесь видеть современные лампы, людей ходящих, поезда. Это очень популярная станция у фотографов. Они так фотошопят, что потом не узнаешь место. Так вообще часто бывает с туристическими достопримечательностями. Смотришь фотки перед приездом, а там так цветокоррекцию выкручивают, что потом не узнаешь место. И мы снова садимся в поезд. Станции здесь объявляют, как раньше, в советские времена. На вокзале ни хрена не поймешь, что говорят. Сейчас вот тоже очередную станцию объявили. А что именно, я так и не понял. Так и не понял, честно говоря. Тут из 100 станций 94, как культурные объекты, все изрисованы. То есть можно выходить на любой, по сути, не ошибешься там. Длина местных подземных линий 110 километров. А неофициальное название – самая длинная художественная галерея в мире. Над оформлением станции трудились больше сотни художников. Также в метро часто устраиваются выставки. А еще очень хорошо, что здесь можно фотографировать и снимать видео. Не в каждом метро мира это так свободно. А тут тем более в Швеции, где все пипец как переживают, чтобы не попасть лишний раз в кадр. Еще одна какая-то зловещая станция. Черные потолки и кубы. Кубы небесно-голубые, правда, но эти вот черные потолки делают ее... Ну, такое зловещее, я бы сказал. Все черное, как будто в копоте, как будто здесь пожар какой-то был большой-большой. Эту станцию оформлял художник-японец. Синие кубы здесь символизируют небеса, кусочки летнего неба. Или кто что угодно может представить. Например, белые полосы в жизни, которые появляются, несмотря на любую самую темноту вокруг. О, старый поезд. Такой необтекаемый. Но тоже синий. Ну, мы на синей ветке, наверное, все синие здесь. Старые составы реально напоминают вагоны советского метро. Ну, какое-то тут все такое теплое, ламповое. И свет в вагонах ламповый. Кажется, что в окна жителей стокгольмских заглядываешь. Все, я остался один на этой черной станции. В одной черной-черной станции остался один черный-черный турист. И вот здесь Петька с Чапаевым резину жгут, как в детском анекдоте. А так, когда акустика, хочется, конечно же, и спеть же есть. The winners take it all. Люблю так, в новой стране что-то связанное. Либо читать, либо слушать в наушниках. С этой страной связанное. И здесь постоянно играет Абба. Супа-чупа, ла-ла-ла-ла-ла-ла. В Ютубе нельзя вставлять музыку. А вот если напеть, ну, наверное, не заблокирует. Вы вообще в курсе, сколько шведских групп, особенно 90-х годов? Ну, ладно, Аббу мы знаем. А вот в 90-х и Доктор Элбен, и SFBase, и Cardigans, и Rockset, и Европа, группа Secret Service. Блин, это просто пипец. Практически все популярные группы в Швеции. Екида, что там еще. Всякие Вакуум, Альказар. Я, наверное, погуглил, просто в шоке был, что это все-все шведские группы. А еще здесь очень мало народу. Ну, понятно, что в Стокгольме не столько и жителей, сколько в Москве живет. Здесь всего миллион. Ну, в любом случае, нам непривычно, когда в метро нет толп. Ну, и из-за этого, наверное, очень редко поезда ходят. Я, честно говоря, минут пять уже стою и жду свой поезд, который пропустил сейчас случайно. По дороге, не выходя из поезда, вижу другие станции, которые также интересно оформлены. Дизайн каждой станции уникален. Перед оформлением всегда проводятся конкурсы среди художников. Хотя есть и обычные, с рекламой и какими-то социальными плакатами. Это, наконец, светлая и свежая станция. Она оформлена как учебник истории. Хронологическая лента идет от времен египетских пирамид до наших дней. И мы можем изучать, как выглядели древние государства, как менялись их границы. Здесь также расписаны события тех времен. Кстати, еще интересный момент. Движение под землей левостороннее, так как в Швеции к моменту открытия метро в 50-м году было левостороннее движение, так же, как в Англии. Не знаю, честно говоря, не сказал бы, что стокгольмское метро круче московского. Оно все какое-то одинаковое, что ли. Вот эти стены, как будто бы гроты, пещеры, да, просто разных цветов. Где-то иногда какая-то информация нанесена. Но так же, как московское метро, очень стильное получается за счет того, что многие станции оформлены в едином стиле. Так и тут тоже оно очень узнаваемое, метро. Только сразу понимаешь, что ты, ага, я в Стокгольме опять. Еще один символ стокгольмского метро – станция «Стадион». Она находится рядом со стадионом, на котором в 1912 году прошли Олимпийские игры. Поэтому так и называется. Вся станция выкрашена в голубой цвет, а посередине – радуга. Тема такая, мол, хоть мы и под землей, но совсем скоро увидим небо и, возможно, радугу. Не уверен на 100%, но, по-моему, ЛГБТ здесь ни при чем. Чисто радуга. На других станциях тут еще есть какие-то древнеримские скульптуры, инсталляции зданий прошлого. В общем, красивое. Но, если честно, что касается красоты, то все это очень субъективно. Одно дело сказать, какое самое большое метро по количеству станций или длине линий в километрах. И другое дело – красота. Тяжело сравнивать. Это как решать, что лучше – зеленое или квадратное. И у нас в Москве красивое, стильное метро. И у них тоже имеет свое лицо. Сразу понимаешь, метро какого города перед тобой. Но вы все равно напишите в комментариях, какое метро для вас красивее – Москвы или Стокгольма. А мне надо спешить, выходить уже полтора часа под землей, конкретно нарушаю лимит. Хорошо, что тут не как в Иране. Турникеты не проверяют на выходе. Просто открывают перед тобой двери и все. Так-то я больше 75 минут, конечно, здесь профоткался. Вышел наверх, а тут у них какая-то движуха, фестиваль, концерты. А главное – еда. Пришел попробовать мисс Митболы. Это самое популярное, как мне сказали, блюдо в Швеции. Как выглядеть вот так. В Икее тоже продается, но говорят, что там слишком мало мяса, а здесь будет нормальное мясо. Спасибо. Спасибо. Тяжеленькое. Посмотрим, что я такое купил. Все-таки 14 евро, 140 крон. Тут пюрешка вкусненькая. Это ягодки какие-то. Брусника, брусника. Так интересно, у них мясные блюда с брусникой. Странно, конечно, с сочетанием соленых огурцов и брусники. Распробовал. Все в тему. И брусника в тему. И эти соленые огурцы тоже в тему. А в самих митболах чувствуется столько мяса. Прям натуральное. Я наелся, а вокруг праздник живота. Меньше народа слушают музыку, концерт, больше стоят в очередях за вкусняшками. Самая большая очередь за блинами. Причем здесь самые популярные соленые блины, не сладкие. С беконом и сыром. Очень популярны. А так тут у них, конечно, самая разная еда. Вон какая-то еще бразильская, особенно по флагам еда. Никогда не слышал про бразильский стритфуд, но по-любому это что-то сладкое, чтобы попа была большая. Сейчас попробуем. Да, какое-то тесто хорост, видимо. Стокгольм современный мультикультурный город. И, конечно, здесь множество памятников как королям, так и обычным людям. Есть вообще интереснейшие арт-объекты. Вы посмотрите, какой шикардос, какой арт. Это ворота футбольные. Ворота, да? Ну и поле-то смотрите какое. Это во что здесь играть? Я погуглил, и оказалось, что изогнутое поле – это метафора нашей жизни, где мяч или удача может отскочить в любую сторону, в любой момент. И шанс есть у каждого – у профессионала и у новичка. Такая вот аллегория. В Скандинавии вообще очень популярен такой арт, когда не сразу понимаешь, что хотел сказать автор. В Хельсинки, например, тоже полно необычных скульптур, арт-объектов. И если сравнивать Стокгольм со столицей Финляндии, то тут еще нужно сказать о библиотеке. В обоих городах они очень интересны. В Хельсинки был в одной из самых крутых библиотек мира. В Стокгольме прочитал тоже одна из лучших библиотек мира. Не знаю, по крайней мере, внешне Хельсинская выигрывает у Стокгольмской со счетом 5-0, это точно. Посмотрим, что внутри. Да, конечно, зал красивый, но он сейчас весь в лесах. И в любом случае, даже когда ремонт закончат, я думаю, что Хельсинки библиотека намного круче, более функциональней, интересней, новее. Да, здесь тоже вход бесплатный, можно пользоваться книжками. Но очень большой минус из Стокгольма, этой библиотеки, это туалеты, туалеттер. Они здесь почему-то все, абсолютно все платные. Даже, казалось бы, в таком публичном пространстве, как библиотека Стокгольма, видишь, платный туалет, плати 10 крон или, по сути, 1 евро. А, нет, здесь 5 крон стоимость. Ну, в любом случае, нет бесплатных туалетов в Швеции, от слова совсем пока. Или вот здесь тоже есть различные пространства, чтобы работать, посидеть одному там в тишине. Но это фигня по сравнению с Хельсинки. Здесь душно, очень узко, все старое. Ну, короче, хельсинская библиотека Оуди просто с разгромным счетом выиграла Стокгольмскую. Сказал, что проблема в Швеции с бесплатными туалетами, и это правда, везде. На улице, в торговых центрах, даже в публичной библиотеке платные туалеты. И причем только по карте наличку не принимают. Шведы вовсю борются с кэшем, все переводят в цифру, в безнал. Ну, а нашел я в итоге бесплатные туалеты в музеях. И сами музеи тут в большинстве своем тоже бесплатны. Есть, конечно, и платные, такие как музей группы Абба, например. Прикольные значки с фразами из песен. А это бесплатный музей армии. Здесь вся история войн шведов. От раннего средневековья до наших дней. Повоевали они немало, в том числе с Россией были войны. Специальная комната трофеев в музее. Здесь с разных стран трофеи, которые достали шведской армии. Вот с России много, например, наших знамен, барабанов. Но это, видимо, все они до полтавского сражения успели. Пушка вот с России тоже. До Полтавы еще, видимо, когда у них удача была на их стороне. Это тоже, видимо, наш, судя по двуглавому орлу, флаг. А так они с кем только не воевали. Большая экспозиция, много экспонатов, конечно. Много чего интерактивного, различные карты. И интересно всегда посмотреть, как немножко по-другому, другой взгляд на события, на войны, как что происходило, как на историю. Короче, немножко другой взгляд, чем у нас. Здесь представлены различные экспонаты времен Второй мировой. В том числе и советское обмундирование, и оружие. Это не знаю, чье. Это точно фашистское, немецкое, судя по крестам. Эта уже композиция посвящена новейшему времени падения Берлинской стены. Такая целая экспозиция, как вот Берлинская стена разрисована. Даже вон пищу нарисовали в музее. Среди современной экспозиции нашел интересную вещь. Мина, лепесток, печально известный, про который сейчас во всех новостях говорят. Я прочитал специально, что здесь написано, что применялись советскими войсками в афганской войне. И что очень опасно для детей, которые могут из любопытства поднимать их, смотреть, а взрывается она при воздействии 5 килограмм. То есть очень легко подорваться гражданским. Но справедливости ради здесь же написано, что подобные мины применялись в США во Вьетнаме. Интересный, пожалуй, экспонат всего музея. Это пропеллер тут какой-то. Ну, по-любому, это беспилотный аппарат, типа дрона. Но устаревший уже, видимо, в 90-м году первый выпустили. Сейчас уже заменили на более новые экземпляры. Здесь у него камера 360 для наблюдения за передвижением врага. Вот такой вот дрончик. А здесь композиция про совсем древние времена, какие-то доисторические. Но, видимо, Третья мировая вот такая же будет, если мы не остановимся в убийстве друг друга. А здесь целое пособие по тому, как лучше убивать эффективнее человеков. Похоже на средневековые гравюры, которые сейчас в интернете различные мемасы на основе делают. Конечно, жуткое пособие. Да, музей безумный, интересный, куча экспонатов. И радует, что столько бесплатных музеев в Стокгольме. Ой, тут тоже ужас, какие оружия. Булава с шипами, сабли различные. Ужас. Или автомат Калашникова, конечно. Интересно поразглядывать старые карты. Вот я не знаю, какого века карта, но название самое крупное. Это Литвания. Это все Литвания. Молдавия. Короче, Литвания и Молдавия почти как вся Московия. И можно поискать современное название, там Пермия, Тартария. Это уже, это пока не наше. Тюмень, это пока не Россия, не Московия. Какие еще тут карты? О, Чернобыль. Чернобыль. Почему именно он на карте? Кезейн городе. Казань, видимо. А рядом Василий город. Что за Василий город? Классно, люблю такие карты. Еще один музей, тоже бесплатный, музей спорта. В Швеции проходила Олимпиада в 2012 году. И, по сути, от нее здесь вся история игр. Ну, конечно, это хоккей однозначно. Здесь различный спортивный инвентарь, весло, клюшка. А это для керлинга, швабра. Видимо, тогда, когда мы ее даже не знали, что такое существует в виде спорта. Это для хоккея с мячом, клюшка, скорее всего. Раньше так играли в хоккей. На, 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 на. Как будто дворовая команда. Это матч сборных стран, скорее всего. Судя по тому, сколько зрителей. В этом зале показано, каким спорт был в 16 веке, там, в 1500 каких-то годах. Видите, тут в черт знает что играли. И, что интересно, здесь же показана игра камень-ножницы-бумага. Видимо, тоже в нее играли в средние века, что ли. Да, тут самые разные виды спорта можно найти. Борьба. Так. Фехтование. Бейсбол, можно сказать. Это что-то типа керлинг, не знаю, городков. Это однозначно американский футбол. Тут что-то не по правилам делают совсем. Причем судья куда смотрит. Не знаю, тут тоже что-то совсем уже. Все, что можно, нарушили. Это борьба опять какая-то. Только зачем-то у него нож во рту. Ну, короче, такое. Раньше игры были намного жестче. Судейство вообще не напрягалось, не смотрело, видимо, что происходит. Да, вон тут гимнастика исполняют на бревне. А на улице знакомая дворовая игра. Это не что иное, как классики. Только у них вместо квадратиков кружки. Но я уверен, что они точно так же прыгают по этим кружкам, как мы в детстве прыгали. Рядом музей мореплавания. Вход также свободный. Всего несколько залов. Ну, до чего ж интересные экспонаты. Можно изучать устройство кораблей прошлого и нынешних времен. Да, очень крутые здесь модели, конечно, некоторые. Несколько метров величиной. Здоровые. Такие модели, наверное, пол детства мог бы собирать. Один корабль такой. Круто. На сегодня это все про Стокгольма. В следующем выпуске затронем тему шопинга в шведской столице. Побываем на местных рынках, сравним цены на продукты в супермаркетах. И главное, посетим самую большую Икею в мире. Конечно же, она находится в столице Швеции. Ну, а где же еще и находиться? Увидимся. Все только начинается.